Говорю же, я ободный водитель. Проверяйте дальше, следующее несите. Но раз сами хотите того, внимание, машина подъезжает НЛО. Да при чем тут пришельцы с далеких миров? Это автомойка и все это дело. Над этим роликом работала целая команда шестиклассников из гимназии Росток вместе с педагогом. По сценарию водитель утверждает, что он профессионал, а сам путается в дорожных знаках. Авторы поясняют, шутливый тон выбрали намеренно, чтобы лучше запоминалось. А те, кто хотя бы на секунду узнают себя, лишний раз задумались. Мы хотели передать людям, чтобы они относились к правилам дорожного движения не как к какой-то игрушке, а как к настоящему правилу. Работа шестиклассников заняла первое место. Подобный конкурс проводится впервые. Идею озвучили на заседании городской комиссии по делам несовершеннолетних в октябре текущего года. На суд жюри, куда входили педагоги, представители городской администрации и инспекции по безопасности дорожного движения, поступило около 50 работ со всего муниципалитета. 10 из них получили награды. Вы теперь знаете, может быть, чуть-чуть больше, чем ваши соседи, такие же светлые, как и вы, те друзья и товарищи, с которыми вы общаетесь. Вы также рассказываете про правила дорожного движения и им. Также их наставляете. Если кто-то идет на красный свет, говорите, подождите. Так делать нельзя, это опасно. То есть вы будьте такими же учителями для своих друзей, которые, может быть, на это чуть-чуть меньше, чем вы. Среди работ рукописные плакаты или такой вот календарь на будущий год. В ГИБДД итоги конкурса оценили положительно. Лучшие образцы после доработки будут использовать в повседневной агитации. Каждая работа уникально подготовлена, то есть к каждому ребенку. И в первую очередь там имеется смысл. Смысл, который увидит водитель, по примеру, управление автомобилем и задумается, что ему необходимо соблюдать право дорожного движения. Ежегодно на анапских дорогах происходит порядка 10 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. Городской комиссии по делам несовершеннолетних говорят, что намерены сделать конкурс регулярным, постепенно увеличивая число участников. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.